привет меня зовут николай я один из создателей проекта читай быстро в рамках которого мы стараемся понять что же такое быстрое и осознанное чтение иногда мне в руки попадаются книги которые оставляют неизгладимый след и которыми хочется поделиться как можно с большим количеством людей то есть со всеми вами так и родился этот формат 10 фактов 3 задачи из интересной книги сегодня у за в гостях кейт феррации и его книга никогда не ешьте в одиночку и другие правила нетворкинга для постоянных слушателей хочу рассказать одну историю дело в том что обычно я записываю подкасты вместе с бутылочкой кого-нибудь хорошего вина когда вина нет то соответственно рабочее настроение удается удерживать чуть большее количество времени я пью капучино и записываю по несколько обзоров за один раз вот сегодня был 39 обзор с майком миколовицем и методом тыквы а сейчас сороковой обзор кейт феррации никогда не ешьте в одиночку и так случилось что на тридцать девятом обзоре впервые все поломалось и мне пришлось его записывать еще раз что в общем-то поскольку мне такого никогда до этого не было отложила неизгладимый наверное след на мне на спас всех последующих обзорах на моих переживаниях и поэтому дай бог чтобы свираться у нас получилось первого раза надеюсь как говорится один и тот же снаряд дважды в одну вернее ну да один и тот же снаряд даже в одну воронку не попадает кейт феррации маркетолог и нетворкер вернее я не знаю почему его все называют кейт когда в оригинальной версии в общем то он скорее всего кит феррации маркетолог нетворкер в общем-то эти два понятия ближе всего к его биографии к его стилю жизни к модели поведения самого кейта буду назвать его китом потому что так наверное привычный 2 что и на обложке тоже написано кейт журнал forbes назвал его самым общительным человеком и нетворкером номер один в мире и как только это произошло он сам принялся подогревать интерес к этой части своей жизни постоянно сообщает нам какое количество контактов у него в телефонной книге там последние цифры были что-то больше пяти тысяч в общем-то мне импонирует эта книга тем что человек который мог стать топ-пятисотым мотивационным спикером и рассказывать про успешный успех чуть-чуть изменил угол зрения на рынок и на в общем-то ожидания клиентов от этого рынка а это как раз то чем улучшит нас большинство бизнес книг и стал нетворкером то есть если вы спросите кого-нибудь из своих знакомых какое количество мотивационных спикеров они знают они ну там если они в теме назовут вам некоторое количество 5 10 а если вы спросите людей которые профессионально учат нетворкингу то есть выстраиванию связей то в общем-то дай бог чтобы эфирации вспомнили но кроме него вряд ли кто-то еще входит в эту когорту профессиональных нетворкеров по сути он попутно вот с книгой создал такую новую нишу на рынке и в общем то является консультантом но консультирует исключительно по вот этим вот моментом связанным с расширением круга общения в общем такие ты рассказывает в этой книге о современном мире и о том как в нем выстраиваются или должны выстраиваться ваше общение с другими людьми автор поднимает проблему той самой сознательной замкнутости которая сейчас все больше развивается в современных обществах и все больше мешает человеку реализовываться полноценно по мнению эфирации добиться большего успеха за один и тот же промежуток времени с приложением одного и того же количества усилий можно только совместными усилиями вы проявляете интерес к другим человек получает поддержку и через какое-то время эту же самую поддержку получаете вы в общем то сейчас очень быстро 10 фактов 3 задачи но мне кажется что книга придется по вкусу всем тем кто ищет способы развить в себе коммуникативы коммуникативные какие-то навыки и применить их для достижения собственных целей мне эта книга а попал кажется книгой одной мысли многократно повторенной на протяжении книги но с определенными нюансами которые стоит знать особенно с точки зрения славянских особенностей нетворкинга которые у нас присущи так 10 фактов основных ну важен каждый человек феррация говорит что любой знакомый играет существенную роль в вашей судьбе начиная от его судьбе человека начиная от родителей и заканчивая почтальоном который стучится вашу дверь не бывает случайных встреч и не бывает неважных встреч просто есть встречи время которых еще не наступило и полезность контакта который еще не дозрела вы контактируете с представителями разных профессий не только для того чтобы получить вот те самые знакомства и потом возможно их когда-нибудь использовать любой контакт это крутая возможность получить экспертное мнение от специалистов своего дела в том или ином направлении то есть если вы случайно когда ехали в поезде и не собирались заниматься никаким производством познакомились с человеком который там я вот сегодня ехал в такси и мне таксист дал визитку открытие любых замков и сейфов и рассказал что он 25 лет проработал экспертом криминалистом в органов внутренних дел а теперь вот вышел на пенсию таксует но попутно всем своим клиентам в такси раздает визитки про то что если у вас в общем-то закрылась дверь или закрылся сейф то он с удовольствием приедет и поможет вам открыть вот это вот ко мне как показалось прям проведение и крутая история к сегодняшней книге и хотел обязательно не рассказать и вот рассказал он подсознательно исповедует принцип о том что каждый случайный знакомый просто севший в его автомобиль клиент является дверью совершенно новый мир других каких-то людей теперь если у меня кому-то когда-то понадобится вскрыть сейф я конечно же вспомню про этого достаточно неординарного таксиста и в общем то возможно его посоветую поэтому если вам нужна работа если вам нужны деньги нужно какой-то хороший совет помощь есть только одно надежное средство это широкий круг ваших друзей и знакомых то есть ваш нет в широкий круг друзей и знакомых еще и очень важен в том смысле что мы сейчас все меньше доверяем рекламе все больше доверяем мнению людей которые нас окружают и поэтому поскольку мы являемся среднеарифметическим пяти того пяти людей которые нас окружают то важно следить за тем чтобы ваш ваша сеть ваш нетворк был достаточно большим и при этом достаточно качественным как этого добиться нужно с самого начала брать меньше отдавать больше общение должно быть искренним вы не выполняете какую-то работу а вы вот проявляете эмпатию сопереживаете и кейт предлагает завоевывать доверие окружающих дело их счастливыми ну это конечно очень легко на бумаге записать но иногда бывает проблематично с практической точки зрения для этого кейт советует предлагать человеку просто больше чем хотеть от него и в общем то это должно сделать его счастливым но я вообще сторонник того что нетворкинг это не про продажу вот у нас очень часто особенно на конференциях когда собираются агрессивно настроенные нетворкеры они как только вас видят они сразу начинают что-то напаривать там здрасте я иван занимаюсь значит наружная реклама и полиграфии вот вам можем сделать скидки это мне кажется чисто славянская черта потому что смысл нетворкинга не в том чтобы продать в лоб а там а в том чтобы просто приобрести новые знакомства абсолютно искренне поинтересоваться тем а что из себя представляют там люди которые могут заказывать ту же самую наружную рекламу а какие у них и у них как у них день вообще с чего он состоит что происходит в этот день есть не хорошие стороны и плохие что болит или ну то есть это история про общение они про продажу потому что продажа она потом как как в общем то само собой разумеющиеся в результате этих знакомств обязательно случится и это может быть ну не обязательно продажа так как вы себе ее представляли у вас пришли и заказали вам этот человек может привести каких-то своих знакомых или посоветовать инвесторов или вы с помощью него найдете партнеров поставщиков и так дальше поэтому вот избавиться от этой славянской черты сразу же напаривать а пытаться в любого своего нового знакомого делать чуточку счастливее благодаря счастливей извините благодаря тому что вы берете меньше отдаете больше в результате этого самого общения в результате вашего нетворкинга ну конечно нужно все-таки немножечко быть настойчивым может быть даже чуть-чуть упертым и знать чего вы хотите и двигаться к этой цели вижу цель не вижу препятствий именно поэтому все успешные люди они всегда знают на период чего хотят мало того ну ферраца говорит о том что четко поставленная цель это уже залог хорошего результата я бы там об этом будет чуть позже мы еще будем говорить но в общем то я бы эту цель декомпозировал разбирал ее на какие-то составляющие части и и и шел шел маленькими шагами узнавал бы про тех людей предварительно с кем я хочу поговорить о чем я могу быть им полезен составлял их какой-то профиль понимал где вообще эти люди тусуются нужно ли мне для этого ездить на какие-то специальные отраслевые конференции или это там условные каворкинги в которые можно ходить и там находить тех людей ну то есть места их обитания и так дальше так дальше и вот эта декомпозиция она позволит вам потихоньку методом мелких шагов продвигаться вперед но при этом все говорят о том что не нужно ставить перед собой задачи выполнение которых не приносит вам удовольствие поскольку networking это про общение поскольку это про сопереживания и делание людей счастливыми вы должны тоже получать от этого удовольствия то есть не делайте это как работу не делайте это через силу делайте это максимально комфортно и органично и тогда вы будете как бы в под таком в потоке и будете получать максимальный результат феррации приводит пример про себя маленького и про своего отца как он получал образование в частной школе при том что у него была абсолютно обычная семья но отец был очень упертым добился аудиенции с директором завода и в общем то получили они в это место в частной школе не нужно бояться спрашивать уже до момента того как вы зададите вопрос подменяя ответ вашего собеседника своим собственным ответом в голове как правило негативным как правда это точно будет отказ не буду даже ничего не буду даже ничего спрашивать вы уже говорили худший сценарий ничего хуже быть не может поэтому просто пойдите и спросите а вдруг отказа выполнения просьбы не будет и у вас наоборот появятся новые перспективы о том как в общем-то стучаться и быть достаточно настойчивым очень круто в автобиографических книгах про стива джобса рассказывается у нас был обзор одной из из таких книг и вот там вот было прям несколько примеров про то как стив мог доводить до иступления людей от которых ему было что-то нужно там он мог жить в приемной некоторое количество дней никуда не выходить оттуда до тех пор пока его не примут и не переговорят с ним и в общем то вот эта настойчивость и необходимость отбрасывать внутренние какие-то ограничения внутренние голоса которые запрещают вам это делать и уже говорят он то не надо не надо ничего не все равно ничего не получится вот это вот обязательно поможет вам наладить сеть достаточно качественных в качественных с точки зрения интересности и полезности новых знакомых то вот о чем я в проброс сказал на одном из прошлых слайдов ознакомливайтесь биографии незнакомцев до того момента как вы собираетесь наладить с ним контакт филипп бедросыч киркоров горела так что на встречу со звездой нужно приходить подготовленным вот на нетворкинг сессии или для нетворкинга нужно тоже приходить подготовленным если вы знаете интересы и увлечения проблемы человека то соответственно диалог вы можете вести вообще очень непринужденно в любом подходящим для вас за русле целью знакомства предварительного является установление вот тех самых дружественных взаимоотношений но ни в коем случае не продажа а в дружественные взаимоотношения они достигаются через заинтересованность и осведомленность если человек чувствует что он вам искренне не безразличен то вы и дальше по-хорошему можете делать с ним что хотите и точно также если при первом при первом же контакте вы попытались что-то агрессивно продать или как-то в общем-то показать что вы очень сильно заинтересованы в этом разговоре то вот тот самый эффект ореола который у вас будет потом во всех дальнейших ваших контактах с этим человеком присутствует он возможно никогда в жизни больше не даст вам наладить нормальные взаимоотношения поэтому искренняя заинтересованность собеседником небольшое количество знаний предварительных и отказ от мгновенных продаж ну собственно это должно было быть отдельным фактом созвучное с названием книги факт никогда не ешьте в одиночку это есть основная идея книги заключается в том что вокруг нас огромное количество контактов у нас очень мало времени и поэтому тратить время на то чтобы кушать в одиночестве это в общем-то непозволительная роскошь выделяйте время на встречи хотя бы за приемом пищи это основной совет кейта если вы не хотите ездить на отраслевые конференции если вы не хотите участвовать в нетворкинг сессиях создавайте неформальную обстановку один на один с каким-либо из людей в где вы сможете поговорить об его о том что что ему важно об его увлечениях каких-то рассказать о своей деятельности возможно успехах неудачах в общем это должно походить максимально на непринужденную беседу двух но если там друзей то знакомых об этом кстати будет восьмой факт о том что постепенно вам все равно придется так или иначе вот этих всех знакомых вычленять из них наиболее клевых и крутых и перевоплощать их в друзей пока этого не произошло если совместные обеды это для вас слишком медленно и просто то вот возьмите как нам советуют в седьмом факте и организуйте конференцию это квантовый скачок я знаю это по себе мне несколько раз приходилось принимать участие в подобном просто квантовый скачок с точки зрения обрастания количеством различных контактов кейт в книге приводит в пример конференции в которой есть вот участники есть организаторы и получается что если вы просто как участник присутствуете на мероприятии то этого будет не очень достаточно для того чтобы найти максимальное количество полезных знакомых а если вы принимаете участие в организации процесса или выступаете вообще главным организатором какой-либо конференции то количество полезных контактов будет расти в геометрической прогрессии потому что общее дело оно сближает людей когда вы устанавливаете связи со спикерами с партнерами с какими-то презентантами в рамках этой конференции и так дальше вы потом достаточно легко выводите эту связь уже нужный уровень спокойно можете пригласить их на ужин или предложить им какой-то какой-то совместный проект минуя промежуточные вот эти этапы в рамках которых вы должны в общем-то взращивать эмоциональную связь то здесь это просто происходит гораздо быстрее вы вместе прошли какое-то сложное испытание то есть это может быть не обязательно конференция придумайте какое испытание вы можете пройти все вместе и и в общем-то это история и против building в том числе то есть если вы хотите максимально сблизить людей в рамках какой вот одного там одной компании одного отдела или задачи то дайте им какое-то ограниченное по времени испытание которые они пройдут и выйдут из него обновленными про конференции есть еще один очень крутой пример это я его очень много раз наблюдал это практически на каждой конференции все происходит я его называю этот пример нашим нетворкингом славянским чаще всего от какой-либо компании на конференции отправляют несколько человек это ситуация номер один если вас отправили несколько человек идеально вы все вместе так и тусуетесь и значит вдвоем в троем в четырем в пятером стоите везде уходите пьете кофе слушайте доклад потом идете на обед потом уходите ура если вам не повезло и вы приехали один то вы делаете то же что делают там 90 процентов людей которые приезжают вместе группа из компании вы ищете каких-то старых знакомых которые наверняка у вас есть дальше за них цепляетесь и весь день снова на этой сессии с ними тусуете очень часто такое бывает вот это мне кажется одна из самых частых ошибок я призываю вас ее не повторять ни при каких условиях конференция это вот как раз ситуация когда вы должны оказаться в чистом поле один на один с абсолютно новыми людьми и мало того что они для вас в каждый из контактов должен быть новым у вас еще должно быть четко ограниченное время потому что если вы за конференцию но условно говоря поговорите там с двумя тремя новыми людьми разды обменяетесь контактами раздадите визитки и уедете счастливые а ваш конкурент в это время провел 40 50 встреч то можете быть уверены что вот в те самые 10-15 раз он и станет успешнее и эффективнее через какой-то промежуток времени просто потому что это такая модель поведения и он наращивает свои контакты наращивает свою сеть networking network как снежный ком вы этого не делаете а еще больше это не делают вот те вот самые группки которые приезжают по 5-6 человек ходят и потом отчитываются начальству говорят что это ничего это не работает этот ваш networking ерунда и вообще там все такие неприветливые и необщительные вот я единственное ради чего стоит прочитать эту книгу и в общем-то применять знания по нетворкингу на практике это то что не в коем случае не тусуйтесь на конференциях или на каких-то встречах где большое количество людей не тусуйтесь с теми кого вы уже знаете это самая большая ошибка когда круг знакомых достаточно большой вам нужно будет вычленить как говорит об этом феррации я в общем то с ним согласен нужно будет вычленить тех кого вы хотите превратить в условных друзей или не условных друзей кейт тут конечно говорит немножечко о манипулятивных вещах он говорит о том что если вы хотите чего-то получить как-то в общем то какую-то извлечь выгоду из этого знакомства то превращайте в друзей как можно быстрее и сделать это можно с помощью трех основных тем которые дают эмоциональную привязанность это дети это здоровье или это благосостояние вот бейте в одну из в одно из трех направлений с конкретным конкретным человеком и он максимально быстро станет вам другом я не уверен ну то есть это чисто американская модель и дружба по-американски чуть-чуть отличается от дружбы по-славянски поэтому я не уверен что перевоплощение знакомых в друзей с помощью эмоциональной привязанности основанной там на помощи детям или на помощи связанным со здоровьем или благосостоянием это то что вам нужно но феррации говорит что если помочь человеку в одной из этих сфер то он будет признателен настолько что в нужный момент сам предложит вам помощь коммуницируйте с общительными людьми поскольку вы это средне арифметической 5 4 5 6 человек которые вас окружают поэтому вот обратите кстати внимание на то кто сейчас входит в ваш ближний круг и если вам что-то не нравится в вашей жизни то скорее всего просто поменяв окружение вы уже сможете чуточку чуточку изменить свой привычный уклад и в общем-то подружившись с общительными людьми вы значительно увеличиваете собственный круг общения потому что они как правило очень легко и открыто знакомят вас со своими друзьями и вот этим мастера как их называет феррации по установлению связи это журналисты политики лоббисты владельцы ресторана вот если у вас в окружении есть кто-то и из этих перечисленных групп то старайтесь с ними тусоваться как можно больше чтобы перенимать и навыки общения и в общем-то расширять свою сеть достаточно сеть знакомств достаточно быстро ну и конечно же нетворкинг это вот про то что иногда у меня вызывает скрежет зубов но создание себя как бренда тут знаете неважно как вы к этому относитесь там интернет в 2019 году или гаджеты какие-то тоже можно не любить и говорить мол не буду я пользоваться вашим мобильным телефоном но кому вы делаете хуже поэтому к себе как бренду можно относиться по-разному но одно точно репутация должна говорить сама за себя создание собственной имени внушает доверие а продвигать свой бренд можно путем социальных медиа можно путем написанием статей может быть организации мероприятий так дальше все равно так или иначе мы в процессе общения замечаем что популярным личностям публичным личностям им гораздо проще в поиске работы и в продвижении по карьерной лестнице поэтому создание себя как бренда в 2019 году и дальше это один из основных моментов которые вы должны неуклонно выполнять советы по правильному нетворкингу в рамках сжатых каких-то сроков на конференции на встрече на каких-либо ивентах у вас должны быть визитки или что-то что позволит вас идентифицировать максимально быстро в интернете там на фейсбуке в инстаграме и так дальше проговорите перед началом ивента конструкцию которая позволит вам максимально быстро сообщить кто вы как вас зовут откуда вы что делаете то есть момент представления не должен занимать большое количество времени не болтайте по 15 минут с каждым человеком просто узнавайте кто какие связи ищет чем вы ему можете быть полезны меняйтесь контактами идите дальше как правило на это у вас должно хватить две-три минуты но чтобы не показаться не воспитаны можете там растянуть до четырех пяти минут 15 минут у вас где-то два-три контакта должно помещаться таким образом за за час вы можете познакомиться где-то порядка 10 новых завести 10 новых знакомств это будет уже неплохо будьте искренним всегда фальшивость она чувствуется всегда меняйтесь контактами и всегда это очень важный момент про который многие забывают всегда напоминайте себе это такое есть понятие в английском языке full up после того как случилось знакомство и напишите письмо где еще раз укажите кто вы что вы чем вы занимаетесь по каким вопросам можете быть полезными человеку или напишите это сообщение в социальной сети если вы там подружились чтобы после вашей встречи у человека осталось какой-то вас там информационный след и воспоминаний если есть возможность после этого встретиться еще один на один и продолжить общение то через какой-то промежуток времени назначайте встречу и при этом никогда не ешьте в одиночку такими были вот основные 10 фактов из книги три задачи которые записываю в букнот блокнот для осознанного чтения подробнее о нем можно узнать на сайте буквы.info slash blog slash book not в общем там достаточно легко найти он так структурирован чтобы вы могли записывать отдельно факты а потом из этих фактов формулировать себе три задачи практически которые вы должны пойти и закрыть после того как прочитайте книгу есть еще советы по скорочтению в конце каждой страницы они разные вот на фотографиях можете увидеть как выглядит букнот и у него еще такой чехол теплый фетровый серый или красный с карандашами значит первая задача обновить визитки по разным видам бизнеса то есть несколько направлений которыми я занимаюсь и под каждой у меня должна быть визитка чтобы я как вот этот таксист который предложил услуги по открыванию дверей или сейфа в мог в любой ситуации тоже своему собеседнику оставить какие-то контакты раз квартал выбираться на отраслевые конференции предварительно готовиться к ним узнавая какие там спикеры какие участники планируются с кем конкретно когда поговорить это кстати тоже очень сейчас на больших конференциях плотность коммуникации такая что было бы неплохо заранее назначать встречи поэтому вы можете в google календаре уже там перед каким-то большим ивентом забить себе слоты на 10-15 встреч связаться с этими людьми чтобы они подтвердили и там в общем-то разнести их по времени достаточно комфортно спокойно с ними общаться ну и в течение ближайшего полугода организовать хотя бы одну небольшую с конейшего отраслевую конференцию для того чтобы заново пережить все эти моменты связанные с с таким вот вызовом краткосрочным для того чтобы обрести новые знакомства и для того чтобы проверить а как команда там готова ли к новым вызовам и готова ли сплоченно работать дальше таким был кейт феррадзе и его книга никогда не ешьте в одиночку основная мысль она так в общем-то в звучит никогда не ешьте в одиночку искренне интересуйтесь другими людьми давайте больше чем получаете и постоянно знакомьтесь 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 когда-нибудь количество обязательно перерастет в качество это был проект читай быстро буква . инфо подписывайтесь обязательно на канал подписывайтесь на колокольчик подписывайтесь на палец вверх на комментарии сердечки в общем все то зачем вы приходите на youtube обычно можете проверить у нас скорость чтения буква . инфо слэш рапид это бесплатно и в конце можно получить сертификат и практические рекомендации по улучшению вашей скорости чтения если проблематика беглого и осознанного чтения вас заботит чуть больше чем на простом обывательском уровне то приходите к нам в блок у нас там много очень разных статей интересных можете почитать про букнот про наши рабочие тетради про то почему тот кто читает бегло и осознанно в конце концов победит всегда того кто не читает вовсе или читает очень медленно буква . инфо наш инстаграм там разыгрываем букноты иногда книжки иногда выкладываем фотографии за кулисья все я очень надеюсь что безвинный период если вы вдруг смотрите первый раз обзор формате 10 фактов 3 задач то не знаете что я с каждым с каждой книгой с каждым обзором обязательно пью вино а сейчас несколько обзоров был вынужден просто пить капучино и достаточно быстро все вам рассказывать надеюсь этот все закончилось и за уже со следующего выпуска снова будет какой-нибудь вкусная терпкая и питко и хорошего вам дня читайте книги слушайтесь маму пока